В этот день родились Карл XII Шведский, король Швеции, главный противник Петра I в Северной войне, разбитый под Полтавой. Игорь Стравинский, русский композитор, новатор музыкального языка. Виктор Некрасов, писатель, автор знаменитой повести «В окопах Сталинграда». В этот день 1801 года Россия и Англия заключили договор о дружбе. В 1955 году состоялся первый полет пассажирского реактивного самолета Ту-104. 17 июня 1940 года 10 стрелковых дивизий и 7 танковых бригад Красной Армии пересекли границы независимой Латвии. Затем войска вошли в Литву и Эстонию. Никогда европейские границы так живо не перерисовывались, как на рубеже 1930-40-х годов. Разгоралась Вторая мировая война. Своё шаткое положение маленькие страны Балтии тем более ясно осознали, когда в сентябре 1939 года в Польшу с запада вошёл германский вермахт, а с востока Красная Армия. Раньше они могли играть на противоречиях больших европейских держав. Теперь две самые крупные армии Европы вдруг стали чуть ли не союзными. При Балтии ещё не знали, что между Сталиным и Гитлером был подписан ряд секретных протоколов о разделе сфер влияния. Эстония, Латвия и Литва вошли в советскую сферу. Многие относились к сотрудничеству с Германией как гораздо меньшему злу по сравнению с Советским Союзом. Президент Эстонии Константин Пятц был убеждён, что Германии обязательно сохранить независимость малым государствам, пусть и с некоторыми ограничениями. Антанас Сметона, президент Литвы, также заявлял, что окупация Литвы Германии – оптимальный вариант. В большинстве своему в пользу Германии высказывались состоятельные люди, высшее чиновничество. Но в прибалтийском сообществе были и другие точки зрения. Народ считают главным врагом немцев, сообщал своему правительству посол Латвии в Эстонии Шуманс. После того, как в июне 1939 года в Таллинский порт вошёл немецкий крейсер «Адмирал Хитпер», офицеров с него изысканно встречали на правительственных раутах. Матросам повезло гораздо меньше – на улицах их били. Уже в октябре 1939 года Литва, Латвия и Эстония заключили с Советским Союзом пакты о взаимопомощи. Эти договорные обязательства предусматривали ввод и постоянное пребывание в прибалтийских странах ограниченных контингентов Красной Армии. На каждое из трёх государств приходилось примерно по 20-25 тысяч советских военнослужащих. 14 июня 1940 года немцы вошли в Париж. Для высшего руководства Советского Союза стало ясно, что расчёты на длительную войну между немцами и объединёнными силами англичан и французов, мягко говоря, ошибочны. И тогда же Сталин решил проглотить свой кусок пирога. В тот же день властям Литвы был предъявлен ультиматум, согласно которому Советский Союз требовал, во-первых, создания такого правительства, которое было бы способно обеспечить соблюдение всех условий Советско-Литовского договора о взаимопомощи. И, во-вторых, беспрепятственно пропустить на территорию Литвы дополнительные части Красной Армии. Через некоторое время такие же ультиматумы были вручены послам Латвии и Эстонии. И хотя в Кремле были готовы к силовому решению прибалтийского вопроса, на границах уже были сосредоточены войска, но ультиматумы очень скоро были приняты. Начался новый этап истории стран Балтии. Прежние правительства этих стран пытались ещё сохранить хорошую мину при плохой игре. Карлис Уллманис, президент Латвии, обратился по радио к своему народу в преддверии ввода советских войск. «Оставайтесь на своих местах, а я остаюсь на своём». Тот же Уллманис позже будет играть роль этакого советского лидера. В июле того же года он издаст закон о борьбе с вредителями, совсем как в Советском Союзе. Но его старания пропали даром, его депортируют в СССР. В то же время во всех трёх странах пройдут выборы. На них предсказуемо победят коммунистические партии. Они тут же объявят о создании Латвийской, Литовской и Эстонской СССР и примут декларацию о добровольном вхождении в братскую семью народов Советского Союза. В начале августа 1940 года в СССР на Трисоюзной Республике станет больше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова